Здравствуйте! Артем, здравствуйте! Аксаковка снова с вами. Да, очень рад видеть. Слышно, видно все? Не подскажете? Очень все слышно, замечательно. Прекрасно. Хорошо, тогда будем начинать. Дорогие друзья, Сульяновская, Сульяновской земли, рад всех приветствовать. Меня зовут Артем Гарин. Я являюсь членом Молодежного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая, а также сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. И крайне рад вас приветствовать, коллеги, на четвертой нашей лекции об отечественных экспедициях на берег Маклая, на северо-восточной побережье острова Новая Гвинея, лекции о моделировании экспедиции. Мы с вами уже ознакомились с тем, как проводили свои экспедиции и готовились к своим экспедициям российские ученые в XIX, XX, XXI веке. А сегодня вы уже узнаете о том, как смоделировать научно-исследовательскую экспедицию для участия в конкурсе «Экспедиция трех веков по следам Миклуха Маклая», то есть смоделировать свою собственную экспедицию, благодаря которым, в частности, благодаря этим знаниям, вы сможете организовать и собственное путешествие, и отправиться куда-нибудь, в частности, вероятно, на берег Маклая, продолжить преемственность российских исследований этого региона с командой своих единомышленников. Лекция проводится при поддержке фонда президентских грантов, при эксперт-научной поддержке Института Востоковедения Российской Академии Наук, Всероссийской Ассоциации Следователей Южно-Тихоокеанского региона. Ну и действительно, если мы будем говорить о России и Папу, о Новой Гвинеи, то наши две страны имеют весьма дружественные связи, которые, как вы помните, начались 150 лет назад, благодаря экспедициям Николая Николаевича Миклуха Маклая и доброй памяти о российском исследователе, которые как раз-таки принесли местные жители сквозь века, а затем советские экспедиции 1970-х годов. Вот российские экспедиции 2017-2019 годов, они провели всесторонние исследования на берегу Маклая, а их вот эти опубликованные материалы, то есть собранные коллекции предметов культуры и быта, весь вот этот фактический материал о жизни современной на берегу Маклая, они внесли вот этот большой вклад в изучение традиций и культуры коренных жителей Папуа-Новой Гвинеи без преуменьшения всего этого региона. Ну и, безусловно, нам с вами стоит повторить некоторую информацию о самой Новой Гвинеи, потому что мы должны знать, куда мы отправляемся. Мы отправляемся на берег Маклаяна, который располагается на северо-востоке Новой Гвинеи. Вот как раз он тут на карте изображен. Новой Гвинеи сама — это вообще второй остров по величине на Земле, который расположен в южной части Тихого океана, то есть не путаем. А Новой Гвинеи, к которой мы отправляемся, она располагается на юге Тихого океана, но не в Африке. Культурная вообще и особенность, в особенности лингвистическая. Картина острова очень пёстрая. Как мы помним, население там говорит на 867 отдельных местных языках. Папуасы являются самым древним населением острова Новой Гвинеи. И первые поселенцы вообще здесь появились, предположительно, более 40 тысяч лет назад. И основы хозяйства самих новогвинейцев — это земледелие, то есть это, например, выращивание бататы, ямса, которые являются главными сельскохозяйственными культурами, свиноводство, охота, собирательство. Всё это занятие папуасов. Ну и важно, естественно, знать, что Новой Гвинеи, по факту была открыта ещё в 1526 году. То есть за 80 лет до Австралии, на 116 лет раньше Новой Зеландии, но вплоть до конца 19-го столетия. То есть это огромный период времени, это около 400 лет. Большая часть этого огромного острова, она оставалась неизученной. И оставалась неизученной вплоть как раз до экспедиции Николая Николаевича Миклуха Маклая. И вот Даниил Тумаркин, который руководил этнографическими отрядами советских экспедиций на берег Маклая в 20-м уже веке, он привозит конкретный аргумент, вообще насколько само актуально наследие Николая Николаевича и стоит ли его изучать. И вот как раз Даниил Тумаркин сказал, что на примере бунгуанцев, то есть жителей деревни Бонгу на берегу Маклая, например, можно детально проследить развитие человеческой цивилизации, начиная с периода Каменного века, ведь при Миклуха Маклая местные жители не знали о железе, пользовались каменными топорами, вплоть до наших дней. То есть это действительно люди проделали за 150 лет путь от Каменного века, по сути, до наличия телефонов, ноутбуков и прочего. То есть интересно изучить, как всё это влияет на местную культуру. И вообще каждый современный учёный, который посвящён тему исследований берега Маклая, он всегда без раздумий отвечал, что изучение самого наследия великого путешественника в принципе нужно и актуально не только для России, где, безусловно, хранятся самые ценные, самые объёмные коллекции материальной культуры с берега Маклая и дневниковые записи Николая Николаевича о жизни народов этого побережья, но и, безусловно, важно для всего человечества. И, конечно же, когда мы с вами говорим об экспедициях, нам нужно разобраться вообще, что такое наука-этнография. Этнография — это наука, которая изучает и описывает материальную и духовную культуру народов мира. То есть получается, на основе того, что мы, например, изучаем элементы национальной культуры, мы ещё исследуем вопросы, например, происхождения народов, выявляем отличия их всяких культурно-бытовых особенностей. Например, почему в одной части света мифы, предания, легенды о том, как сотворён мир, они такие, а в другой части света они отличаются, или наоборот, почему они похожи, или почему в одном регионе, например, едят из одной, из этой, из определённой посуды, в другом едят из другой, охотятся везде. Тоже по-разному, естественно, всё это, конечно же, важно изучать. И для сбора вот этого всего этнографического материала проводятся экспедиции. Сама экспедиция, безусловно, это не только, например, это вообще, точнее, не поездка, например, рассмотреть достопримечательности, это уже полноценное путешествие с целью исследования определённого региона, получения о нём новых сведений, знаний. И изучение вообще любого народа с давних пор у нас проводится как минимум тремя способами, в которых очень легко разобраться. Я уверен, вы сразу всё это, конечно же, поймёте и запомните. Эти три способа – стационарный, маршрутный и кустовой. И в частности, давайте разберёмся, что означает каждый из них. Например, при стационарном исследовании учёный отправляется к изучаемому народу на длительный период времени, иногда вообще на несколько лет. То есть он поселяется вместе с изучаемым народом, живёт его образом жизни, ну, можно сказать, даже становится частью этого народа. И это даёт ему возможность собрать цельный этнографический материал, понять те или иные, например, обычаи, обряды, смысл этих обрядов, глубже изучить повседневную жизнь коренных народов. И, в частности, яркий пример стационарных исследований – это путешествие Николая Николаевича, Ух, Маклай, на северо-восток Новой Глинеи. Маршрутный способ, он применяется, когда нам нужно, ну, по сути, когда у нас происходит первичное знакомство с регионом или с тем или иным народом, для этого выбирается маршрут, в котором есть несколько населённых пунктов. И, проходя по этому маршруту, учёные фиксируют все характерные элементы культуры. И получается, у них есть за проход по этому маршруту общая информация о том, как там живут люди. Ну и, естественно, кустовой способ у нас уже применяется, когда нужно привести более такое углублённое изучение народа. Для этого маршруте выбираются определённые населённые пункты. Экспедиция делает в них длительную остановку, то есть устраивает там свою базу. И отсюда одни ежедневно совершают выезды в ближайшие населённые пункты, например, деревни. И таким образом могут собрать как раз-таки более обширный материал. Ну и опять же, теперь мы подошли к основной с вами части. Это этапом подготовки организации научно-исследовательской экспедиции. И, конечно же, она разделяется, что тоже легко запомнить, на три этапа. Это, соответственно, подготовка к экспедиции, проведение экспедиции, сбор этнографического материала. Ну и, конечно же, обработка, анализ и представление того материала, который вы собрали уже в дальнейшем. И здесь бы я хотел обратить ваше внимание, что вот все этапы, которые были мной перечислены, на этом слайде показаны, они одинаково важны. То есть, например, недоработка на одном из этапов может привести к снижению полезности всей экспедиции. Поэтому, например, нам, конечно же, мы все хотим провести успешно экспедицию, сделать новое открытие. При этом она нам подарит ещё незаменимый жизненный опыт, который никогда не забудете. Поэтому, конечно же, важно на каждом этапе подходить к делу особенно ответственно. Ну и, конечно, говоря о подготовке к экспедиции, мы уже определились с локацией, это берег Маклая. Ну вот мы с локацией определились, что мы едем на берег Маклая, что нам делать надо дальше. Ну и, конечно же, во всех, во многих даже учебниках написано, что вот, нужно поставить, например, цели и задачи экспедиции, что верно, безусловно. Но в основном пишут так, что если вы отправляетесь в экспедицию, вы должны ставить себе цель такую, что вы будете 100% уверены, что вы её достигнете. То есть человек приезжает на место, и он уже знает, что он сделает, чтобы достичь определённую цель, он знает, что она будет достигнута. Но хотелось бы также добавить, что никогда не бойтесь ставить себе амбициозные цели. И именно таким способом как раз-таки люди и входят в историю. Никогда не качник Лох Маклая отправлялся на Новую Гвинею, никто не знал даже, как туда добраться. Например, советские учёные тоже ставили себе амбициозные цели. Современные учёные отправились тоже на берег Маклая. Не все знали, как туда добраться, что там происходит. Естественно, каждая из этих экспедиций ставила, ну вот эти очень, ну как я сказал, амбициозные цели, и поэтому каждая из них вошла в историю. И я уверен, если вы будете делать так же, то ваши исследования тоже останутся на страницах истории. Ну а говоря о задачах, то они, в принципе, тоже многие пугаются, как мне сформировать цель, задачи. Вот с целью мы с вами определились. А задачи должны, по сути, просто, например, раскрывать пути и способы достижения цели. То есть, например, они вообще иногда могут соответствовать этапам работы. То есть, это довольно просто. Например, у меня есть цель изучить быт коренных жителей берега Маклая. Для этого я изучу, что они едят, в какую школу ходят, что у них с образованием, на каком языке общаются, и так далее, и так далее. И получается, из-за того, что я изучил несколько вот этих вопросов, я достиг цели изучить их быт, и так далее. Так что это всё довольно просто. Ну и, конечно же, в большинстве случаев у нас экспедиционные исследования и работы, правда, выполняются коллективом. И все участники экспедиции, например, могут либо работать над достижением одной общей цели, либо каждый может самостоятельно проводить свои исследования, оказывая помощь товарищам. Например, кто-то отдельно собирает предания, мифы, легенды, кто-то отдельно собирает песни, кто-то отдельно знакомится с занятиями местных жителей, с их образованием. Ну и, естественно, каждый у друга страхует. Ну и действительно, когда мы отправляемся в экспедицию, нам необходимо сформировать способную, сплочённую команду, которая будет готова к организованным совместным действиям, что самое главное. Ну и, конечно же, будет дисциплинирована. Ну и, безусловно, например, команду мы собрали, мы поставили себе цель, которую мы хотим достигнуть. Но для этого нам, что очень важно, перед отправкой в экспедицию необходимо изучить весь имеющийся материал по вопросу, то есть региону, месту, куда мы отправляемся на берегу Маклая, вплоть до деревушки, которая содержится как раз в архивах, научных публикациях, в интернет-публикациях, музеях. То есть всю эту информацию, естественно, надо собрать. Вам будет для конкурса собрать эту информацию, найти гораздо проще. Она есть и на сайте конкурса, она есть и в библиотеке фонда имени Миклуха Маклая. Поэтому всё это собрано в одном месте, всё для того, чтобы вам было удобнее как раз смоделировать собственную экспедицию. Ну и, безусловно, когда вы соберёте весь этот материал, когда вы его прочитаете, там, например, уже прослушали лекции, и всё это вам даёт возможность выяснить, что сделано предыдущими исследователями до вас. Например, можно даже встретиться, например, с ними узнать результаты их работы, их опыт. Ну и, конечно же, если вы изучите весь этот материал, это позволит вам сделать настоящее открытие. И, например, или обратить внимание, по крайней мере, на то, что уже сделали предыдущие учёные, что станет как раз-таки подготовкой для того, чтобы искать что-то новое. И в том числе, и либо не совсем повторяя опыт предыдущих исследователей. Например, во время отправки на берег Маклая в 2017 году Николай Никаревич Миклуха Маклая, директору, основателю фонда Миклуха Маклая, руководителю этой экспедиции потребовалось аж два года, чтобы собрать вот этот полный качественный материал с северо-восточного побережья Новой Гвинеи. Ну и, конечно же, здесь примечательный опыт Николай Никаревич Миклуха Маклая из XIX века, потому что он как раз-таки вёл переписку с выдающимися учёными, общался с ними, лично встречался, что позволило ему совершить, естественно, тоже великое множество открытий. Также важным этапом у нас является подготовка к экспедиции, является составление списков научного оборудования, списков снаряжения, личных вещей, которые вы с собой возьмёте, например, рациона питания, что особенно для некоторых важно. И самым важным инструментом, хотелось бы сказать для исследователей в экспедиции, является его дневник, в который он может ежедневно вносить свои записи. Ну и хотел бы обратить ваше внимание, опять же, на вот эту фотографию Николая Николаевича Миклуха Маклая, где он даже на постановочной фотографии держит в руках дневник и выпускает свою записную книжку, что, естественно, благодаря чему он смог как раз-таки собрать вот эти все сведения ценные, которые актуальны вплоть до наших дней. Ну и, конечно же, важной является и прокладка маршрута, куда мы будем отправляться. Для прокладки маршрута нам тоже, конечно же, важно собрать всю доступную информацию вообще об объектах исследований, куда мы отправимся, как мы туда доберёмся. И хотелось бы сказать, что главным источником информации в прокладке маршрутов, естественно, являются карты. Но мы сейчас в современности можем спокойно проложить маршрут куда угодно. Нам покажут, как на самолёте туда долететь, как на машине доехать. Всё это с телефона. Но когда вы отправляетесь в экспедицию, это всё хорошо, это вам может помогать. Но всегда, но не следует полагаться на технику, особенно если мы отправляемся на Новую Гвинею, потому что там влажность свыше 80%, температура воздуха круглый год там не менее 25 градусов. Естественно, техника выйти может из строя, поэтому бумажная карта всегда-всегда должна быть вместе с вами. Ну и, конечно же, важно сказать о правильно подобранной соответствующей времени года природным условиям одежды, которая является одним из обязательных условий вообще успешного проведения экспедиции. Говоря, в принципе, как вообще подбирать одежду в экспедицию, особенно в одежду на Новую Гвинею, в принципе, можно запомнить некоторые правила, которые вам позволят уже спокойно проводить там исследования. Например, одежда должна иметь минимальный вес, быстро высыхать, хорошо защищать руки и ноги от солнца днём, например, а также от кровососущих насекомых, то есть, например, комаров и так далее, ночью. Естественно, главное требование к обуви — это у нас удобство, лёгкость и защита ног. То есть, естественно, когда мы отправляемся в экспедицию, главное, что нам было комфортно в этой одежде, эта одежда была в этой одежде нам удобна. Но что касается тоже обуви, естественно, стоит на всё это рассчитывать, потому что в кожаной обуви, например, путешествовать по берегу Маклая будет очень-очень проблематично. И вот у нас есть знания уже, мы, мы, как, куда мы отправляемся, что мы, у нас есть оборудование, у нас, надо нас надета нужная одежда, у нас спланирован маршрут, и мы прибываем к месту проведения экспедиции на берег Маклая. И вот тогда у нас настаёт место, точнее, время первого знакомства с местными жителями, с местным населением северо-разбока Новой Гвинеи. И первое знакомство — это действительно один из важнейших моментов экспедиции. Ведь в данном случае вы также и показываете, например, уважение к культуре и традициям местных жителей. То есть демонстрируете свои мирные намерения, а также чётко, кратко, но понятно, рассказываете о цели вашей экспедиции. И вот тут же стоит, опять же, привести пример экспедиции 2017 года, когда российские учёные собрались в деревню Гаренду, чтобы познакомиться с потомками Туя, первого папуаса, ставшего другом проводником Миклуха Маклая в XIX веке. Руководитель экспедиции Николай Николаевич Миклуха Маклая, что он сделал? Он сначала поделился планами исследователями. Исследователей представил отдельно каждого участника экспедиции. И что немаловажно, глава экспедиции заранее привёз на лодке и купил местным жителям свинью, которая как раз-таки была передана потомкам Туя, чего они были несказанно рады. И, кстати, это произошло благодаря грамотно проведённой информационной работе Николая Николаевича, потому что он знал, что свинья для папуасов — это очень-очень ценный подарок. И именно этот подарок в дальнейшем помог собрать ценную коллекцию предметов, культуры и быта местных жителей, так как в знак благодарности папуасы делали подарки со своей уже стороны. И как во времена Миклуха Маклая в XIX веке, важно отметить, ничего не просили взамен. А для сбора у нас получается... То есть вот мы познакомились с местными жителями, мы приступаем к сбору информации этнографической, и для этого нам, естественно, понадобится местный язык. Мы должны его знать. Официальным языком в Папуа-Новой Гвинеи, наряду вот с этим токпесином, который мы с вами прекрасно помним, является английский, что очень комфортно для современного исследователя. То есть вы представляете, вы приплываете вроде очень-очень далеко, но знания английского вам может быть, в принципе, более-менее достаточно, чтобы собрать какую-то информацию. Но в то же время вам нужно знать, хотелось бы сказать, несколько слов хотя бы или выражения из языка деревень берега Маклая. Этим вы покажете уважение к культуре коренных жителей, что в России их традиции язык помнят так же, благодаря вот этим дневникам Николая Николаевича, так же, как и папуасы, хранят память о нашем великом соотечественнике. Например, более того, Николай Николаевич Миклухомаклай ещё в XIX веке позаботился о том, чтобы до нас дошёл его словарь из 350 слов коренного языка коренных жителей берега Маклая, который стал и основой общения с местными жителями и для советских, и для современных учёных. И, ну, естественно, с человеческой точки зрения им это будет особенно приятно. И этот словарик также в открытом доступе на сайте фонда имени Миклуха Маклая, так что с ним вы можете познакомиться в любой момент. Ну и опять же важно сказать, что тот факт, что экспедиция подготовлена заранее, то есть хорошо проведена подготовка к экспедиции, коренные жители предупреждены о вашем прибытии. Всё это, естественно, существенно облегчает вот этот важный и нередко занимающий много времени первый этап полевой работы, то есть знакомство и вхождение в контакт. То есть когда уже местные жители знают, что вы туда прибудете, они будут находить вас сами. И в частности, на своём же примере опять могу сказать, вот, например, были мы в одной из деревень и лично подошёл мужчина, сказал, мне рассказывал там о мой прадед, там и так далее, что вот тут стоял корабль, а не «Витязь», на котором прибыл Николай Николаевич Миклух Маклая. Естественно, таких преданий огромное количество, и в частности, благодаря, уверен, молодым учёным, благодаря вашим исследовательским проектам всем и, возможно, даже вот этим всем экспедициям, как раз таки удастся собрать более полно все эти сведения и в частности обогатить науку. Ну и сейчас также мы можем обогатить всю эту науку благодаря сбору легенд и преданий коренных жителей, что также занимает одно из важнейших мест в этнографической экспедиции. Например, есть даже определённые правила для сбора вот этих местных преданий, соблюдения которых позволяет, в принципе, облегчить работу учёного и сделать её более комфортной. Во-первых, вам нужно подготовиться к встрече с жителем деревни заранее. И, в принципе, заранее можно знать, что они могут вам рассказать и с какой темы. Также советую, что в основном люди, которые, как сказать, знающие максимально традиционный фольклор, насколько это возможно, это в основном люди преклонного возраста. И, конечно же, когда мы будем спрашивать их о преданиях и легендах, лучше не начинать беседу с прямых вопросов «Расскажите мне предания и легенды такую-то, такую-то». То есть даже если человек, а не иностранца, встретить друга и сказать «Расскажи мне что-то вот об этом», то есть, естественно, он некоторое время будет ошарашен, задумается. А тут лучше, чтобы, если вы будете всё это собирать, лучше немного поговорить о бытовых делах. То есть, например, вы чуть-чуть поговорили с местным жителем, теперь можете сказать «Расскажите, пожалуйста, ваши любимые предания и легенды, ваши любимые произведения», из-за чего как раз оно окончательно уже растает, скажет «Да, конечно», и расскажут все свои любимые предания, мифы, легенды, вы их с удовольствием запишите, а потом уже соберёте всё остальное. Но нам также в экспедиции, в этнографической, хорошо собрать мифы, предания и легенды, но также, естественно, важно собрать предметы культуры и быта. Но технология сборов вот этого предмета в культуре и быта, она не так проста, как может, в принципе, нам показаться на первый взгляд. Так как учёному важно найти не только предмет, то есть, например, мало найти какое-нибудь блюдо, очень редкое, нужно ещё собрать о нём полную информацию, потому что, когда вы экспедицию, в экспедицию, из экспедиции, точнее, вернётесь, у вас не будет возможности позвонить на берег Маклая, написать им в Фейсбуке или на электронной почте, сказать, извини, вот я тут собрал всё вот по этому списку, который предложен на слайде, это верный список, но я забыл, например, записать возраст предмета. Естественно, навряд ли кто-то ответит. То есть, поэтому важно всё это делать с первого раза, как же, так же, что также являлось одним из принципов Николая Николаевича Миклуха Маклая в 19 веке и в 21 веке. И, конечно же, когда мы собираем предмет культуры и быта, нам важно помнить, что мы его собрали, мы записали его наименование предмета, мы записали, сколько этому предмету лет, к чему он принадлежит, мы записали его описание. Но, естественно, важно помнить о правильной транспортировке и его хранении, чтобы, естественно, довести его и сохранить для будущих поколений. Ну, конечно же, точнее, очень важно не забывать правила безопасности в экспедиции. А правила безопасности в экспедиции, в принципе, они должны быть всегда, все участники экспедиции должны их знать. И, конечно же, одно из правил, чтобы одежда, обувь, спальные мешки, палатки, они всегда были рассчитаны на наихудшие погодные условия в районе экспедиции, куда вы отправились. Это не то, что значит, на берегу Маклая резко, например, пойдет снег. Нет, это то, что вы должны рассчитать условия по своему оборудованию настолько, что пусть даже там по прогнозу будет написано, что там, как всегда, плюс 25 градусов, солнечно и очень тепло. Важно учитывать так, что, например, чтобы ваша палатка там не улетела, чтобы все ваше оборудование было в ценности и сохранности. Например, провизию рассчитывать с учетом случайной задержки, не с учетом того, что я еду на 7 дней, я возьму еды на 7 дней. Можно, если в случае чего взять на 8 и 9, естественно, хуже от этого ни в коем случае не станет. Ну и, конечно же, когда мы говорим о правилах безопасности в экспедиции, есть субъективные и объективные факторы. Объективные факторы, мы о них сказали, то есть, может резко пойти ливень, может начаться ветер, может что-то там подтопить какую-то территорию, что, естественно, форс-мажор, такое там случается крайне редко. Но есть и субъективные факторы, которые предусмотреть, также мы можем, в принципе, предотвратить. Например, это участники экспедиции должны быть уравновешены, спокойны, миролюбивы, они должны избегать одиночных маршрутов, чтобы не было такого, что кто-то, например, в джунгли ночью ушел один. Естественно, так делать не надо. И, конечно же, поэтому каждый участник экспедиции должен знать о месторасположении других участников, чтобы все прошло с максимальным комфортом. И вот, опять же, по возвращению с экспедиции нас ждет этап обработки результатов, которые были получены за время нашего путешествия. И на первый взгляд он может показаться таким наиболее простым из всех этапов, особенно когда мы уже успешно подготовились к экспедиции. То есть в новостях о вас написали, что вот молодой ученый отправляется на Новую Гвинею. То есть все. Вот в новостях написали, что молодой ученый прямо сейчас на Новой Гвинеи. То есть все. И когда приезжают, может показаться, что все, можно выдохнуть, экспедиция закончена. Но нет. Как раз-таки этап вот этой обработки результатов, это самое, точнее, это очень важно при завершении экспедиции. То есть потому, что мы подготовились к ней, мы отправились туда, мы собрали материал. И в том и дело, что экспедиция — это и процесс сбора материала, по сути. Обрабатывать вы уже будете его, когда вернетесь, и впоследствии, после этого его представлять. Но встает вопрос, естественно, в какой форме нам это все представить. И, безусловно, если вы провели научно-исследовательскую экспедицию, то по итогу важно выпустить и научную статью, например, и выступить с ней на конференции, и сдать ее авторитетным научному журнале. Ну и для чего же для этого нам же, естественно, важно выяснить, что такое научная публикация. Научная публикация — это не просто какая-то там статья, которая написана умными словами научными. Это, в принципе, публикация, в которой проводится анализ, результаты исследований одного или нескольких ученых. И, безусловно, если мы опубликаем научную работу, мы можем завоевать и новые позиции, и упрощить свой статус известного ученого. Но только в кругу ученых или близких к науке людей. Как известно, далеко не все читают научные журналы. А вот научно-популярные книги, а вот блоги, а вот YouTube-блоги, телевизор или еще что-то смотрят многие, равно как посещают интересные выставки, интересные лекции, интересные мероприятия. И в этом случае после нашей экспедиции вы можете рассказать благодаря этому всему широкой уже аудитории, о своем уникальном путешествии. И что самое главное, простым и понятным языком. И вообще умение все это рассказать простым умением, точнее, и понятным языком, это также, в принципе, важная черта современного исследователя, который также славился и сам Николай Николаевич Миклуха Маклай, великий гуманист, путешественник. И недаром его дневниковые записи из экспедиции на Новую Гвинею, и в Австралию, и в Океанию, в Юго-Восточную Азию, они, по сути, предназначались для научных целей. И ныне, но они сейчас представлены в разделе путешествия. Как раз именно из этой доступной подачи ценных научных знаний. Ну и, конечно же, может показаться, что современная наука у нас настолько глубока и сложна, что в современности уже не может быть место, например, новым открытием в области этнографии, на истории и так далее. Но, как отметил один из участников современных российских экспедиций на берег Маклая научный сотрудник Института этнографии, антропологии, Иран Игорь Чининов, то есть, на примере изучения материальной культуры папуасов берега Маклая можно наглядно убедиться, как день за вчерашний уживается с днём сегодняшним, и, возможно, легко встретит день завтрашний. Ну и, конечно же, берег Маклая это то уникальное место, которое стал берегом жизни для Николая Николаевича Миклуха Маклая в XIX веке. Он стремился сохранить его для будущего человечества, и этот берег уникальное место на нашей планете, потому что он остаётся прежним и по сей день. И, конечно же, цель исследовать и сохранить его она всё так же актуальна. Ну и берег Маклая, Папула, Новый Гвинея, конечно, хотелось бы сказать, это настоящая сокровище, ценный источник для будущих поколений учёных, в особенности для молодых исследователей. И как раз наша цель продолжение вот этих исследований Новый Гвинея и Океан и с привлечением именно вас, молодых исследователей. Именно поэтому для участников Всероссийского конкурса экспедиции трёх веков по следам Миклуха Маклая мы подготовили специальную интернет-страницу, которая поможет смоделировать вам свою экспедицию, продолжить отечественные традиции исследований берега Маклая. Например, вы заходите на сайт, на сайт проекта expedition.mikluchamaklai.ru для вас есть и информация о проекте, и как раз вкладка «Конкурс», которая сейчас открыта. То есть здесь вы можете ознакомиться с темами для эссе, которые мы уже подготовили. Подготовьте как раз на их основе свой материал. Прочитать этот материал можно также в библиотеке входа имени Миклуха Маклая. А когда вы составите свой проект экспедиции, который будет составлять где-то 5000 символов, это где-то полторы странички, вы его просто напишите в Word и впоследствии нажмёте на шаг 3, пройдёте тест из 30 вопросов, которые, я уверен, вы с лёгкостью пройдёте, потому что вы прослушали все лекции, и в дальнейшем уже просто вставите вот это эссе в специальное поле и отправите заявку. И хотелось бы сказать, что проект уже начался, то есть проект начался уже с начала апреля, с 1 апреля, и продлится до конца мая, так что у вас есть время подготовить все свои работы, не переживайте, но хотелось бы отметить, что работы будет особенно приятно получить и для организаторов, и для самих научных руководителей, например, не 30 мая, в день окончания приёма работы, а заранее, то есть, например, вы так покажете, что вы и ответственно подошли к делу, вы покажете свою заинтересованность в том, что вы хотите стать частью вот этих российских исследователей, на берегу Маклая, стать частью этой команды, ну и, конечно же, облегчите работу самому жюри, потому что если в один день приходит 50, например, работ, проверять это гораздо сложнее, если они приходят постепенно, поэтому хотелось бы сказать, что работ действительно участников уже большое количество, так что предлагаю вам всем поучаствовать в конкурсе, как раз таки можете уже сейчас отправлять заявку, заявку вы можете найти во вкладке «Конкурс» на нашем сайте, вот тут ссылка дана, ссылку я также продублирую в чат, и написать своё фамилию, имя, отчество, образовательное учреждение, ваш имейл и город, и тогда вы уже будете в курсе о новых фильмах фонда имени Миклуха Маклайма, мы будем отправлять вам справочную информацию о проекте, то есть всё с максимальным комфортом для вас, для молодых исследователей, чтобы вы с успехом продолжили вот эти отечественные традиции изучения океана. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу, можете задавать их и в чате, можете задавать их и в видео, так что жду ваших вопросов, и пока дублирую в чат ссылку на проект, ссылку на конкурс и на документальные фильмы. Все материалы прислал в чат, так что можно скопировать и с удовольствием всем этим пользоваться. Кстати, тут присутствует и Николай Никаевич, Миклух Маклая, руководитель экспедиции 2017-2019 годов на берег Маклая и директор и основатель фонда имени Миклух Маклая в Центре изучения Южно-Психоокеанского региона Института Востоковедии НИРАН. Так что если есть вопросы к организации, к моделированию экспедиции и к Николаю Николаевичу, тоже не стесняйтесь задавать все эти вопросы. Уникальная возможность узнать из первых уст о том, как снарядить свою экспедицию, какие есть нюансы и в частности узнать о наследии самого Николая Никаевича, Миклух Маклая. Артем, ну в первую очередь я хотел поблагодарить вас за прекрасную лекцию. Я думаю, что ребятам повезло и не только ребятам, а тем, кто слушал ваш доклад по современному экспедиции, по моделированию. Я все-таки пару слов, пока вы собираете вопросы, я уверен, что они у вас есть. Хотел бы сказать вам о том же уважаемым нашим друзьям, которые слушают эту лекцию, о том, что, конечно же, мы этот проект задумывали, исходя из того, чтобы показать, насколько наш мир еще не изведан. И вот наше есть впечатление о том, что мы все знаем об этом мире, каждая точка на планете нам известна, и на карте Google или Яндекс можно нажать точку и увидеть, что там расположено. Так вот, дело в том, что вам покажут только Яндекс и Google, что там написано, но это не значит, что это так. И в этом-то и есть уникальность в том, что, к сожалению, современные технологии не всегда отражают реальную, фактическую ситуацию на планете. И, к сожалению, поскольку они достаточно быстро родились, да, и бегут вперед, не всегда точны, так же, как и в Википедии, не всегда точная информация. Поэтому, конечно же, нам очень важно, чтобы вы поняли, что те исследования, которые мы предлагаем сделать, они, это не просто игра, это действительно актуальные возможные исследования, которые будете в дальнейшем проводить. И когда-то, в 2017 году, а это было совсем несколько лет назад, когда собирали экспедицию, я не представлял, что это будет настолько уникально и интересно. Настолько интересно не только мне, а огромному количеству, миллионам людей, и не только в России. И я очень рад, что сейчас у нас есть возможность поделиться этим опытом, поделиться с теми, кто хочет попробовать себя, и не бойтесь пробовать, потому что в этом плане у вас есть возможность поучаствовать в этом всероссийском конкурсе и войти в историю, в историю тех людей, которые получат диплом, а кто-то, может быть, и выиграет. Поэтому желаю вам удачи. Тут как раз, спасибо, появился вопрос. Сотрудничаете ли вы с археологами и кто обычно бывает в составе ваших экспедиций и из каких отраслей специалистов? Ну, здесь, позвольте, я отвечу, поскольку мы все-таки сейчас говорим о береге Маклая, экспедиции вообще, в принципе, по миру, по центру, по Юго-Восточной Азии и по океане достаточно много в разных сферах. Но мы, в первую очередь, занимаемся продолжением традиций изучений берега Маклая с точки зрения этнографических, лингвистических. Мы точно так же изучаем непосредственно жизнь и быт всесторонне, собираем коллекции. Это то направление, которым мы интересовались. Ну, точно так же и легенды, потому что легенды это часть фольклора. Фольклор, записи тех слов, которые есть, тех песен. Все это часть экспедиции, которые очень, все это те специалисты, которые в экспедиции есть. Но дело в том, что у нас нет возможности набирать специалистов по каждому направлению. Мы стараемся использовать принципы Миклуха Маклая, которые один отправился в экспедицию и собрал достаточно серьезный, точный фактически материал, на основе которого потом в дальнейшем дорабатывал свои исследования в разных областях. Поэтому перед отправлением, даже если у вас нет специалиста по определенному направлению, вы можете проконсультироваться, что актуально, собрать необходимые материалы, доработать этот материал вместе с теми людьми, которые будут уже здесь на берегу в России. Археологов мы не проводили, не брали. Ну, можем взять. Спасибо за ответ. Есть ли у кого-то еще вопросы? Хотел бы подчеркнуть, что это последняя лекция в рамках проекта «Экспедиция трех веков по следам Миклуха Маклая». Безусловно, вы можете писать нам на электронную почту и писать ваши вопросы касательно, например, того комментария к вашему эссе, к конкурсному, например, что в нем можно дополнить. То есть, конечно, поправить мы все это не сможем, но дать комментарий, в каком направлении вам двигаться с большим удовольствием. Ну, вот я бы предложил, кстати говоря, для группы. Последний, вы прямо так сказали, у нас есть заключительный. Заключительный, да, конечно. Нюанс, который мы иногда не говорим, да. И, соответственно, вот никто не сказал, что мы не будем продолжать эти лекции, да, потому что у нас есть запрос, и они будут, может быть, не в том формате, а более индивидуальные. Я сейчас вот объявляю для тех людей, которые сейчас здесь находятся, следующую ситуацию, что каждый, кто захочет моделировать свою экспедицию, мы персонально с ним, я и Артем, займемся тем, чтобы доработать эту экспедицию для того, чтобы она максимально эффективна была для реальной жизни, а соответственно и для участия, хорошего участия в конкурсе. Поэтому если вы в течение сегодняшнего дня сможете собрать команду, один, два, три, пять человек, может быть, или кто-то один захочет этим заниматься, а лучше всего командой, да, посмотрите фильмы, которые есть, у нас есть три фильма, оставите там свои комментарии и по итогу этого напишите нам на почту, что да, я хочу быть в команде Маклая для того, чтобы отправиться на берег Маклая, пока виртуально, а потом может быть реально, то я обещаю вам лично заняться вашей подготовкой. Поверьте мне, это серьезное дело. Об этом бы мечтали не только молодые ученые. Так, вижу, вопрос есть еще у кого-то? Может быть, у средних школ? воспользоваться возможностью уникальной задавшей вопроса напрямую Николая Николаевича Миклуха Маклая. А пока мы ждем вопросов, я продублировал еще раз все документальные фильмы и ссылки на конкурс, поэтому, естественно, ждем ваших заявок, ждем ваших комментариев к документальным фильмам и, конечно же, благодаря чему вы сможете моделировать свою экспедицию на берег Маклая. Вот я вам хотел поделиться, пока вы пишете вопросы, как я решил смоделировать свою экспедицию. Ну, во-первых, это не была в начале экспедиции, потому что я решил отправиться туда как турист, как нормальный, абсолютно здоровый человек. Я представлял, что на берегу Маклая, так же, как во всем мире, все изучено. И все известно, и наши друзья по попуасу ходят там сейчас в смокингах и пьют коктейли с трубочек, потому что, извините, прекрасная погода, загорают, не утруждают себя. К сожалению, подтверждений моим мыслям не было, по той причине, что у нас не было какой-то дополнительной информации, кроме единственного, о том, что если в Папу, что Папу Новогвине, очень криминальная страна и там очень опасно, и чуть ли не надо не ходить в каске только по приезду, в каске и в щитках, а то не дай бог тебя зарежут и убьют. Вот с такой информацией я столкнулся, ну, каску мы заготовили для отправления, и перед тем, как я начал узнавать, когда дадут добраться, я, разумеется, позвонил в туристическую ферму и попросил, чтобы меня отправили в Папу Новогвине. Они сказали, не проблема, вообще, пять секунд, переводите только деньги. Деньги я, слава богу, не перевел, потому что через несколько дней мне сказали, билеты купить мы вам можем, а как вы до туда высадитесь, чтобы вас пустили, мы не можем вам сказать, потому что виз там для россиян в связи с тем, что посольство уехало, нету, и россияне, которые там оказываются, они оказываются только через другую страну, не уезжают в Австралию, несколько дней там проживает, оттуда запрашивают визу, и после этого туда попадают. Вот почему, кстати говоря, россиян-то там и не было. И не буду сейчас вас долго утруждать, но ситуация была достаточно продолжительное время, заключалась в том, что я решил все-таки узнать, кто туда отправлялся, пообщался со всеми. Многие умничали, говорили, как добраться, но не добирались до туда, поэтому вы столкнетесь с теми, которые будут вам рассказывать сказки, которые не соответствуют истине. И в итоге мы высадили, второй момент, который меня интересовал, помимо того, что добраться, вообще кому это надо? Ну, с какой стати ехать на берег Маклая, кому это надо для человечества, для науки? Ну, ладно, Миклуха Маклая тогда отправился к кровожадным попуасам, как тогда писали, и стал героем, потому что он смог среди них выжить и доказать, что они тоже люди, показав на собственном примере, что действительно у них нет никаких различий с белым человеком. Ну, а мы-то что там сделаем в конце концов? Для чего это все? Вот этот вопрос мне ответили действительно ученые из Российской Академии Наук, и не один. Они говорили, что это уникальный уголок в планете, например, который можно проследить развитие человеческой цивилизации от каменного века до сегодняшних дней, именно на примере тех коренных жителей, которые там есть, тем более, что мы не знаем, что происходит сейчас. И когда я понял, что есть два важных фактора, первое, что мы понимаем, что действительно там нету россиян, и российская наука обладает богатейшим опытом и знаниями, накопленным от предыдущих ученых, мне захотелось, чтобы мы просто продолжили эти традиции. А поскольку в приоритетах и программе исследований Папу Новомини была на 2050 год приблизительно, потому что никто не планировал тратить огромнейшие деньги для того, чтобы туда отправиться, я решил собрать ученых и отправиться туда сначала по собственной инициативе и за свой счет. А потом выяснилось, что оказывается это нужно достаточно большому количеству людей, и это интересно и жутко увлекательно. И это превратилось не просто в увлечение какое-то мое, а превратилось действительно в серьезную программу, которая сейчас занимается в Российской Академии наук, да и по направлению непосредственно Папу Новомини у нас сейчас вообще на важное развитие двухсторонних отношений, проблем с визами уже нет. Всего лишь некоторое время. А родилось это с обычной экспедицией. Поэтому не бойтесь, ваши экспедиции приведут к очень серьезным делам, продолжат традиции того же Миклуха Маклая, может быть, в дальнейшем и других путешественников. Спасибо, Николай Николаевич, за интереснейший рассказ. Я думаю, все это поможет, конечно, детям, ученикам, их научным руководителям, руководителям просто собрать свои заявки на Всероссийский конкурс экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая. Пишите на почту Вильфонда имени Миклуха Маклая, если у вас в дальнейшем возникнут какие-то вопросы. Смотрите документальные фильмы, ждем ваших заявок и до новых встреч. Уверен, они будут скоро. Спасибо, Николай Николаевич, спасибо, Артем. Надеемся, наши школьники примут участие в вашем проекте. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.